Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своем канале. С вами Ольга Придухина. В сегодняшнем видео я хочу посвятить такой очень интересной теме. А тема у нас сегодня запах. Запахи! Мы действительно с ними живем в течение всей жизни. Есть люди, у кого более чувствительная, обонятельная система, а есть люди, у кого менее чувствительная. Тем не менее, мы все чувствуем запахи. Я думаю, что у каждого из вас какой-либо конкретный человек ассоциируется с тем или иным запахом. Ну, наверняка у вас такое было, вы наверняка это вспомните, когда мужчина пахнет одеколоном. И вы уже примерно, приходя в магазин, выбирая одеколон, встречаете какой-то похожий запах и вспоминаете, о, у нас на работе Юрик так пахнет, именно таким одеколоном. Может быть, не именно таким, но запах, вот эти нотки, они действительно похожи, да, парфюма. Соответственно, или наоборот, какой-то неприятный запах. Он тоже очень сильно откладывается в голове. И, соответственно, создается определенный стереотип, определенная память о человеке. Поэтому сегодня мы разберем очень интересную тему. Поэтому обязательно смотрите видео. Если вы еще не подписаны на мой канал, я вас приглашаю подписываться. Также задавайте ваши вопросы, делитесь вашим мнением в комментариях. Ну что, друзья мои, действительно, тема запахов очень интересная. И недаром в магазинах не просто так запах булочек, да, запах кофе возникает. Так как у нас запах булочек, запах кофе провоцирует прежде всего аппетит и появляются положительные эмоции. Я не знаю, как у вас, но действительно, когда ты проходишь мимо ларька с какими-то булочками, и ты чувствуешь запах вот этого горячего хлеба, запах корицы, то тебе прямо вот тянет в эту сторону, да. Или запах какого-то кофе. И вас прямо, я думаю, как магнитом тянет в эту сторону, что вы даже не хотите есть, вы и кофе-то не хотите пить, но вас как магнитом тянет, потому что это запах удовольствия, запах радости, да. То есть вы, вот такие эмоции у вас, я думаю, возникают как раз, когда вы чувствуете данные ароматы, как у меня, например. Поэтому многие магазины этим активно пользуются, да. То есть специально ставят у входа разные булочки, начинают их печь, даже если раньше их не было. У нас недавно в магазине был ремонт как раз, что никогда никаких булочек не было. А тут вдруг заходишь, и такой запах булочек, и прямо ука стоит как бы пекарня, да, с булочками. То есть ты заходишь, и у тебя ноги сразу тебя как магнитом ведут к этому прилавку с булочками. А уже дальше только ты потом такой очень голодный, очень довольный, идешь в магазин и все подряд скупаешь. Такой тоже очень-очень интересный ход. Так вот, друзья мои, вернемся к нашей теме. Чем же пахнет вообще любовь? Чем же пахнет секс? Действительно есть свой запах. И я все-таки хочу вам сказать, что этот запах должен быть приятный. И запах, который доставляет вам удовольствие, да. То есть не просто так я проводила так долго аналогию с кофе и с булочками. То есть существуют запахи, от которых вы чувствуете удовольствие. И поэтому у каждого из женщины, безусловно, и мне пришла одна пациентка и сказала, Ольга Викторовна, у меня вот от подруги, начала рассказывать про свою подругу, что она вот такая любвеобильная, у нее много мужчин. И прозвучала фраза, она даже пахнет сексом. Меня тема заинтересовала, как женщина действительно может вот так серьезно пахнуть сексом, да. То есть, безусловно, есть запахи, есть определенные ароматы, в том числе парфюмированные, да, которые дают вот такой запах, запах удовольствия, запах страсти. И я думаю, что плюс еще подключается настроение женщины, да, гормональный фон женщины, так называемые феромоны. Каждая женщина, когда влюблена, когда она настроена на отношения, когда она настроена на близость, на партнерство, она действительно, у нее вырабатывается огромное количество феромонов. Вот когда она счастлива, да, то есть мы уже с вами про это многократно говорили, она цветет, она, там у нее бабочки в животе, она всеми своими эмоциями показывает, насколько она счастлива. И плюс ко всему появляется как раз вот такой вот запах, запах так называемых феромонов, запах любви, запах секса. И мужчин, безусловно, этот запах очень привлекает. Почему мы с вами, и вы уже наверняка слышали, про запахи, связанные с... продавая, продаются, да, духи с феромонами. Одно время прям за ними вот охотились, когда они появились, да, они еще, помню, появились в аптеках. И многие женщины стали этими духами активно пользоваться, да, как бы для привлечения мужчин. То есть как раз вот этот запах хотелось притянуть к себе, чтобы вот именно от меня шел вот этот вот классный запах. Поэтому действительно эти духи сейчас до сих пор продаются, парфюмы пользуются огромным успехом. Но тем не менее, как женщине добиться такого запаха? Ну, во-первых, мы говорим про гигиену. Друзья мои, гигиена крайне важна. Почему я сказала, что все-таки запах секса должен вызывать приятный запах, да, а не запах каких-то там выделений, запах какой-то там кислый, да, и так далее. То есть запах должен быть приятным. Поэтому гигиена крайне необходима. Почему перед каждым половым контактом необходимо сходить в душ, да, желательно до и после. Это важно. Следующий очень важный момент, это все-таки постараться не переусердствовать с парфюмами, так как сейчас женщины имеют огромное количество разных парфюмов. И крема с запахами, и спрей для тела с запахами, и разные ароматы с запахами. И если вы всем этим намажетесь, то вы свой природный запах, природный запах тела, он теряется. Поэтому здесь не нужно переусердствовать. И что самое интересное, многие сексологи также рекомендуют тренировать интимные мышцы, мышцы тазового дна. Это крайне важно, друзья мои, для того, чтобы прокачивалась женская энергия, именно женская энергия, и чтобы вы чувствовали, во-первых, вот это вот хотение, хотение вообще любви, секса, заряженность на это. И плюс, безусловно, появится тот самый запах, которого мы добиваемся. Что вы думаете по этому поводу? Очень интересно знать ваше мнение. Поэтому обязательно пишите мне в комментариях. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, задавайте вопросы. И мы с вами обязательно в следующих видео разберем самые интересные. Также, если вы не подписаны на мой канал, я всех приглашаю подписываться. Я вам желаю огромной любви, огромной страсти, прекрасных запахов. И до новых встреч. Пока-пока.